Крупных водных артерий на территории Верхнего Павлача имеют баловское название. Далеко ходить и будем, река Упа. Это в переводе с литовского, даже сейчас это река Упа. Ну и ура, братва, само название Ака не славянское название имеет. То есть от кого-то наши предки славяне должны были узнать название этих рек. Соответственно, кто-то здесь должен был быть, кто им это сообщил. Ну и непосредственно археологические подтверждения каких-то определенных контактов. Вот здесь представлена керамика сосуды мощностной культуры, которые по типологии Алексея Михайловича Воронцова, который является одним из ведущих специалистов по мощностной культуре, они совпадают с поздними типами мощностной керамики. Все эти сосуды, они были обнаружены, что характерно, в виде развалов, в комплексах закрытых славянских, то есть в славянских жилищах, в славянских построенных. Почему я подчеркиваю, что в виде развалов? Потому что именно в таком виде можно о них говорить, что они попали в данную постройку во время ее бытования, а не были привлечены туда в процессе перекопов или в процессе какого-то передвижения, может быть, зооморфно, кротами, уже внутри грунта после прекращения существования постройки. Кроме того, существует так называемая керамика сосудопереходных типов, в которых наблюдаются как черты роменских сосудов, так и черты мощностных сосудов. Это довольно спорный вопрос. Это была идея высказана Алексеем Михайловичем, мной, Александром Владимировичем Грихориевым, на тему того, что да, существовали какие-то заимствования некоторых черт у носителей мощностной культуры, которые затем были привнесены в керамическую традицию славян, но затем они угасли, потому что остатки населения полностью растворились в населении славянского. Ну, это вот основные черты материальной культуры славян на территории Верхнего Павочия. Судьба первой волны колонизации была, в общем-то, трагической, потому что большинство поселений погибло в ходе военного разгрома, в том числе и основное поселение, о котором мы говорили, городичи супруты, являлось некой административной столицей, на которой, судя по вещевому набору, существовал некий военный отряд с семьями. И таким образом, когда было уничтожено это поселение, угасло житие на остальных поселениях. На остальных поселениях, особенно на поселениях сельских, следов военного разгрома нет, но есть следы пожаров. Ну, скажем так, ни убитых, ни следов штурма там не находятся. Ну, это говорит, возможно, о том, что данные поселения прекратили все существование за ненадобностью, поскольку, скажем так, прекратилось существование главное столичное поселение, на котором и находилась администрация, и торговый путь был прерван, и, в общем-то, обслуживать его уже было не для чего. Со стороны, кого произошло вторжение, вопрос тоже в науке спорный. С одной стороны, в степях в это время появляются так называемые печенеги, известные в истории, которые принесли немало бед хазарскому каганату, но вряд ли печенежская конница доходила до этих территорий, да и нападение с реки не характерно для кочевников, а поселения крупные были взяты штурмом именно с реки. Очевидно, здесь сыграло влияние именно торгового пути. Задача была именно перелезать торговый путь для хазарского каганата, и связано это, возможно, было с началом подъема древнерусского государства, и вот борьбы с хазарским каганатом. Таким образом, тоже славянами были, и данные поселения уничтожены. Ну, они своего добились, торговый путь прекратил функционирование, и первая волна славянской колонизации заглохла. Здесь опять на какое-то время воцарилось запустение. И потом уже вторая волна славянской колонизации уже связана с древнерусским периодом, с присоединением данных территорий к древнерусскому государству. Но об этом мы поговорим на другой лекции. Благодарю за внимание. Слушаю вопросы и комментарии. Скажите, пожалуйста, лекция была бесконечно, очень интересная. Спасибо вам. Благодарю. Мы заслушались. Я прям даже, мне было жалко каждую минуту, когда вы ходите. А вот скажите, пожалуйста, а можно как-то подробнее? Потому что, как вы сделали слайды, тексты, вы руководствовались, наверное, какими-то исследователями. Можно подробнее рассказать про исследование Изюмовой и про исследование Григорьева? Пожалуйста, с удовольствием. Значит, исследование Софьи Андреевны Изюмовой. Был такой исследователь, Софья Андреевна Изюмова, сотрудник МГУ. Сотрудник в теоретии пеницы МГУ. Которая, собственно говоря, открыла городище Супруты и занималась в течение долгих лет городище этого изучения. Собственно, ей была исследована основная площадь, более тысячи метров на данном знаковом поселении. Я имел удовольствие работать с отчетами Софьи Андреевны Изюмовой по городище Супруты. У вас фотографии есть? У вас фотографии есть? Да, фотографии где-то есть, и чертежи есть. Ну, все есть. И с коллекциями, которые были, ну, скажем так, с остатками коллекций, которые были с Софьей Андреевной Изюмовой, полученные с этих поселений. Ну, могу сказать то, что 90% коллекций просто утрачено, потеряно. И они не опубликованы. Они не опубликованы. И в отчетах их нигде нет. Ну, они нигде нет. Они не прорисованы, они не опубликованы, они просто потеряны. Я и в гимии их искал, ну, нашел частично, что-то отрисовал, все, что там было, но это капля в море. Что-то по отчетам удалось собрать, ну, и это капля в море. Ну, в общем, могу сказать то, что спросили про исследование Григорьеву рассказать. Значит, с тех 200 метров, которые в общей сложности там были исследованы Александром Владимировичем Григорьевым, да, и с тех тысячи с лишним метров, которые были исследованы Софьей Андреевной Изюмовой, на данный момент количество находок практически одинаковое. Мы все прислали, сколько мы прослали. Да нет, здесь даже не сама Изюмова, тут грех ее винить. Просто в процессе всего этого мыканье эти коллекции по музеям, они просто были растеряны. Что-то было отдано в какие-то школьные музеи, что-то было отдано в местные экологические музеи, в итоге все исчезло. Хотя прорисовало, никуда не исчезло. Ну, что-то прорисовано, что-то может быть прорисовано, но где-то лежит, никто об этом не знает. Ну, вроде сейчас собрали бы все, что можно по этим исследованиям. Ну, про методику раскопок, тут опять же нельзя винить Софью Андреевну Изюмову, потому что, ну, это были 50-е годы, начало 60-х, тогда другой методики не знали. Пройдет еще 50 лет, про нас будут говорить, что мы копали плохо. Это археология, она движется. В конце 19-го века вообще рвали динамит курган. Ну, что поделать. История идет, наука развивается, куда деваться. Грех ее винить. Да, конечно, работы не отвечают требованиям современной науки. Да, конечно, Александр Вадимович Григорьев вел новые методы полевых работ непосредственно, что дало просто великолепные результаты. Но, увы, уже... Вопросы у меня вот как-то... Я читала в работах, которые мы не идем, разумеется, статьи, которые наши работники писали. Значит, и там есть отсылка к погребениям. Да, мы же знаем, да, что субботу были разрушены, ну, в соответствии с штурмом. И основное то, что поднимали, это все-таки было то, что там сгоревшие постройки, стрелы и так далее. Где там могильники-то вообще на субботу? Откуда там погребения взялись? Или где именно погребения предполагают, что просто костяк поднялись? Тело в том, что я планиру салкостью. Она там описывает, например, и пишет погребение там, и там женщина там шестью височниками, там и серьгами. То есть понятно, что где-то, значит, это лежал костяк, и там, ну... То есть вот... Есть ответ на этот вопрос? Конечно, и есть. Когда говорить о погребениях на Соколовском городище, разумевается следующее. Очевидно, военный штурм данного поселения происходил не в один этап, а в несколько этапов. То есть у обороняющихся было время... Прикопать что-то. Не то чтобы прикопать, а положить в холод погибших в жилые постройки и совершить какой-то предварительный, самый простейший, подъебальный обряд. А уже после второй и последующих волн штурмов, там уже хранить умерших было некому, и они многие, скажем так, найдены в том виде, в котором упали. То есть это не полноценный могильник? Нет. Могильник там вообще, я так понимаю, ни копали, ни обнаружили. Нет. Наверняка он уже где-то был, то есть такой крупный городище, и посадили, и не пытались найти могильник? Знаете, о погребальном обряде славянском наших, роменцев, родимичи, вяческих северян, в той же самой летописи, после временных лет, говорит следующее. Да, говорит следующее. Ащик то умре, тризну по нему творяху, мертвеца сожжижаху, кости в судину малую лагаху, выставляши на столпе на путях. Ну, то есть это... Трубосожжение на стороне. Сжигался покойник, кальцинированные кости, обожженные, то есть уже весьма непрочные, складываются в лепной сосуд, насыпается небольшой курган, и туда погружается данный сосуд. Сохранность подобных могильников, она его трактором распахали, а потом на поле мы находим маленькие кусочки керамики и остатки кальцинированных костей. И оформляемое это как селище, никаких следов могильника нет. А подъемный материал есть, Паша. Многие археологи вот так вот ошибаются. И ничего с ним поделать нельзя. Существует один могильник у деревни Тризного, которого исследовала вот вовсе на древнем изюме. Далеко от этого? Да, далеко достаточно. Там как раз исследовано несколько курганов, в которых были найдены мелкие фрагменты лепного коржка и мелкие фрагменты кальцинированных костей. Вот, собственно, и все. Трупоположение или трупосожжение на горизонте, то есть на земле, когда клали покойника, сжигали, насыпали курган. Это уже более поздний период уже сформирования древнерусского государства. Поэтому с трупоположениями мы знакомы только вот по городу Супруте, где этих бедных убиенных не успели похоронить, или похоронили вот кое-как, пока было время. А так, славянский погребальный обряд он очень архаичный, и поэтому следов оставляет очень мало, к сожалению. Жаль. Еще вопросы?